всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня на моем канале вторая часть видео о моей коллекции раскрасок кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной и приятного вам просмотра в первой части я показывала вам раскраски joanne bassford и серию творческий рай но сейчас я покажу еще раскраски там в твердой обложке ну и все в таком духе первое что покажу в этой части это мария тролли в час заката у меня от марии тролли только одна раскраска она мне очень нравится вот конечно наверное нужно будет сделать и обложку ну наверное я когда поеду ваш он поищу какую-нибудь обложку которая вот такая универсальная потому что мне не хочется клеить пленку она прям такая приятная приятная вот но обложка необходимо потому что раскраска каждый месяц у меня стоит в планах одну иллюстрацию я здесь обязательно делаю в этом месяце в принципе еще ничего здесь не красила вот а так вот такая иллюстрация здесь сделано я крашу не по порядку а так под настроение что понравится это у меня здесь иллюстрация сделана такая вот здесь я еще как видите использовала пайетки это мы раскрашивали вместе с оксаной алексановой вот это по моему первая моя иллюстрация я была так довольна что купила раскраску наконец-то эту хотя могла бы раньше это сделать но не знаю вот как то так спустя некоторое время эту раскрасила ну вроде бы все а может быть и не все сейчас посмотрим мне кажется она у меня в планах то стоит с ноября или с декабря очень хорошая раскраска она мне прям реально нравится я помню я поехала в леонардо и и посмотрела несколько раз а потом уже заказала по интернету еще вот такая санкт-петербург здесь раскрас белые ночи здесь обложка такая вот видите мягкая но она тоже приятная на ощупь здесь и глянец и матовое сочетание обожаю санкт-петербург и обложка такая классная спереди и сзади здесь я крашу немного но в этом случае вот эта иллюстрация мне понравилась но это я пыталась перерисовать ну так себе и не плохо и не хорошо вот это мне нравится это по идее разворот но я не очень люблю разворота красить поэтому решила ограничиться вот этой страничкой так вот сейчас может быть я бы получше раскрасила хотя тоже явно был бы не шедевр вот это одна из первых что я окрасила это у меня гуашь тогда появилась золотая тоже так себе так сказать история так дальше дальше у меня вот этот разворот но здесь я сделала исключение я конечно посмотрела на но просто здесь нельзя было сделать по-другому все таки видите здесь надпись санкт-петербург как по мне понравилось как эта парочка получилась очень понравилось я довольно собой так сказать но и заодно уж сделала эту часть чтобы все было как бы едино это я по моему самая первая раскрасила так но здесь еще не все на самом деле здесь есть да вот это одно из пи одна из первых иллюстрации и которые мне в общем-то понравилось как получилось на тот момент вот есть конечно и позорно раскрашенное что-то прям очень позорно сейчас покажу в любом случае вот это потому что здесь видите нет детальной прорисовки в теории надо просто не полениться хотя бы самые банальные листочки сделать здесь что-то доработать вот можно небо уже сделать есть чем ну ладно как-нибудь этим займусь в рамках челленджа заканчиваю тогда начатое переделываю все такое так далее у меня игра престолов джордж мартин я не смотрела фильм и не читала книгу но в принципе тематика она такая более-менее нравится и вот такая здесь иллюстрация раскрашена вот это я делала вот этих медных тварей классные они ну получились то у меня не особо классно но в целом потом вот эта иллюстрация она мне в принципе нравится как получилось так чтобы показать в принципе она мне нравится еще вот вот это первая была иллюстрация и я тогда была с собой очень гордо у меня это раскраска лежала очень-очень долго я боялась к ней притронуться и потом в итоге я раскрасила ее и прям была на тот момент я была очень собой горда но это я по моему у кого-то то ли в инстаграм подсмотрела но мне понравилось как я на тот момент сделала вот это как она там фата или что это или это занавеска какая-то просто сложно сказать но короче мне понравилось как тоже получилось а я кстати уже даже забыла как я это красиво так потом вот это у меня тут сделано но и мне кажется что все больше я тут ничего не раскрашивала ой что я задела далее волшебный мир средиземья очень эту раскраску люблю сейчас мы еще и и вместе в общем то наверное будем краситься оксаны алексановой алла хобби к нам присоединиться раскраска потрясающе вот здесь вот это вот это я еще не красила оксана уже раскрасила но у меня вот что готово вот это потом вот это это была самая первая иллюстрация раскрашенная здесь здесь и манделузы и ашановский 50 цветов и перламутровый акварель и луч и мэджики такая вот это тоже по моему я как раз таки в мае красила ну а в этом месяце мы с оксаны решили раскрасить эту иллюстрацию скорее всего более я пока здесь ничего не сделано игра стихий тоже в твердой обложке такого формата виктория дорофеева вода вода и воздух господи я уже сутки не сплю здесь у меня только одна иллюстрация но в принципе я его инстаграм выкладывала в принципе мне понравилось простенько ну здесь я и черный карандаш использовала и сплендер от лира но более здесь никаких работ тоже не сделано полет фантазии дэйзи флэйчер одна из моих любимых раскрасок но она такая мне прям она долго стояла мне ее было жалко там раскрашивать в этом я вот калибре раскрасила мне вроде понравилось вот этих вот ласточек я еще тогда сама себе удивилась вроде как это вот я сделала и я думала ну все теперь я буду здесь раскрашивать но нет я побоялась что вот здесь у меня получилось а вдруг думаю дальше что будет хуже и не стала раскрашивать еще долго она у меня стояла потом я себе переборола вот это раскрасила мне не очень честно говоря нравится накосячила потом вот эта иллюстрация у меня раскрашена мне нравится что здесь есть ответы написано какие птицы как цветы называются это еще красила и здесь еще данные примеры даже и поэтому можно вот видите хоть по примерам или же например загуглить можно тут вот и наполовину что-то раскрашено и полностью видите здесь например леса а есть например вообще такая детальная прорисовка что получается прям ну вот например вот этот вот заяц или или вот гнездо можно сухой пастелью просто оттенок подобрать и будет красиво мы тоже с оксаной алексановой в этом месяце будем здесь красить первая самая моя раскраска которая появилась это арт-терапия по-моему 15 был год то ли 15 тонн 16 не помню честно говоря посмотрим что здесь стоит какой год да все-таки в пятнадцатом то что в пятнадцатом появились вот эти журналы ашет где давались карандаши там гелевые ручки все такое и вот после я когда купила два выпуска я решила что третий уже как-то он очень дорогой и лучше посмотреть что-нибудь такое оказалось много вот раскраска я все выбрала ну здесь у меня что-то начато и заброшено опять же еще с тех времен потом я уже то что красила вот вот это это то что я вначале красила нам прям с удовольствием то это вот что-то вот вот это в начале это я уже потом забросила красить но потом периодически возвращалась к 1 краски к этой тут я уже доделывала такая девушка все показывать я думаю особого смысла нет так что пролистая мандалы я помню вот как раз с удовольствием красила вот этим а самая первая иллюстрация так даже целый разворот у меня был вот здесь у меня тогда были карандаши и фломастеры из фикс прайс это такие первые волны я их брала гораздо раньше может быть 2010 году и до 15 года они у меня просто лежали карандаши были ужасные бледные жесткие ну а фломастеры протекали но на этой бумаге к сожалению все протекает практически и то есть я фломастеры тогда не покупала с карандашами специально под раскраску просто они принесла домой раскраску и первое вот что было у меня дома тем не и раскрасила сейчас уже много всего даже больше чем нужно далее ханна карлсон рассветный час это мне дарила алла хобби пасекте огромные здесь у меня немного еще раскрашено алла мне дарила в марте на 8 марта первое я вот это раскрасила я здесь пробовала и гелевые ручки и перламутровый акварель лучше карандаш и мне было интересно как что поведет себя но бумага кстати хорошая нормально себя ведет я не лью много воды конечно и белые ночи и вообще акварель в кюветках я еще не пробовала здесь а вот такие там детскую акварель вот эту такие простые творческие материалы ведут себя здесь хорошо и вот в мае я раскрасила эту иллюстрацию и что-то здесь вот вот еще было это наверное в апреле было сделано тоже пробовала раскрасить мышь я тогда раз рассказывала что где-то хорошо где-то ужасно отрицательный опыт это тоже опыт но бумага неплохая гарри поттер ну книгу я тоже не читала а фильм по-моему я начала что-то посмотрела для интереса неплохо и в принципе тематика мне близкая но тоже как-то прям такого сильного желания не вообще раскраску покупала из-за этой иллюстрации я кажется видела как ее раскрашивала юлия будет и вот мне тогда захотелось и итоге себе эту раскраску приобрела не сразу я эту иллюстрацию раскрасила сначала я что-то проще выбрала потом еще вот эту красила вот такой разворот но я его украсила постепенно сначала вот этот а в мае каждый кажется в мае я раскрасила вот это да а первое что он раскрасил это вот это в основном она просто стоит вот это уголки франции это мне подарила марина канал марине на раскраске привет тебе огромное спасибо но тут она у меня еще пока полностью новенькая как-то я сначала когда я видела обзоры других девочек мне не хотелось потом захотелось вот марина мне и тогда подарила и я много раз пыталась думаю начну в общем пока не решилась но она мне нравится хорошая ящик сама такую покупала своей подружки подарила далее додал house переполох дудлов но мне эти раскраски не нравится вообще я поняла что не люблю раскраски в основном издательство миф ну а дудлы и не знаю я сначала я тоже не хотела потом думаю нет плю потом еще маркер да куплю ну в итоге я что-то раскрасила в основном все забросила потому что это ну не мое я поняла что это не мое и даже в час у меня маркеры куча творческих материалов и как-то особо меня не тянет примерно то же самое можно сказать про творческий бесполяда когда рала годфли с одной стороны сначала мне не хотелось потом захотелось я купила по итогам ну что-то забросила здесь вот несколько раз я там там дорабатывала что-то потому что полосили потом вот я маркерами здесь мне кажется дорабатывала нет еще не все но тоже надо этим заняться тут вот я перед покупкой маркеров тестировала в начале конечно мне это прям зашло потом надоело я здесь и масляные мелкие акварель использовала ну вот как то так еще в этой части покажу от издательства миф мания ботаника вот эта раскраска мне пришлось по душе она классная и здесь я довольно таки много раскрасила но это я пыталась как на обложке раскрасить карандашами так это вот у меня и маркеры когда появились в мае наверное или в апреле вот я раскрашивала а так вот здесь вот наверное одна из первых иллюстраций тут и карандаши и акварель всякое разное гелевые ручки крау хорошие здесь иллюстрации такие раскрашивать их приятно есть детальная прорисовка поэтому как видите я здесь достаточно много раскрашивала и буду раскрашивать хотя сейчас уже много таких осталось запутанных иллюстраций можно и распутать как говорится тоже вот это одна из первых я помню красила это мне нравится то есть как видите здесь у меня так это она по раскрашено сейчас я посмотрю раскрашено еще что-то или нет это я у вас перед носом листа или не очень приятно нет все вот это все что здесь было раскрашено если данное видео вам понравилось то не забывайте ставить лайк подписываться на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео впереди много интересного и в том числе еще явно не одна часть о моих раскрасках моей коллекции а потом будет видео о канцелярии тоже наверное не в одной части также заглядывайте в мой инстаграм три семерки рыжие три восьмерки я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья хорошего настроения позитива вдохновения хороших таких летних деньков и до встречи в новых видео всем пока пока пока